Да, сэм, сегодня мы сыграем в прятки. Локация, целый город. Чтобы у ребят были какие-либо шансы найти меня, я, конечно, каждые 5 минут буду давать им подсказки, которые потихоньку смогут привести их ко мне. Тот, кто найдёт меня первый, получает либо машину, либо 3 миллиона долларов. На GTA 5 RP куда можете залететь и вы, и ввести мой промокод ORGAN, который даст вам лучшие бонусы, ну а мне 50 рублей. Ну чё, прятаться я буду точно не в чёрном обличии, чтобы вы точно могли меня найти. Короче, я буду вот таким вот, где-то в городе стоять. Я Among Us на минималках, как сказал Паша, поэтому стойте здесь минут 5, я пошёл прятаться и удачи вам. Они там пока стоят, я подготовил перед роликом очень классную тему, чтобы, ну, совсем капельку поиздеваться над пацанами. Я собираюсь спрятаться наверху Рокфорд Мова, или как он там называется. И с этой Рокфорд Плазы открывается вид вот сюда вот. Я хочу поставить максимально тупо вот так вот машину. Взять свою специально подготовленную. Приехать вот сюда, её я точно эвакуирую, чтобы они точно ничего найти не могли. И забираемся по лестнице раз, забираемся по лестнице два. И вот отсюда... Мне какого-то хрена не видно мою машину, хотя должно было. Подожди, а как так-то? Ну, короче, не суть. Я встаю вот таким вот образом. И теперь можно давать отмашку пацанам, чтобы они начинали меня искать. Мне чуть кажется, что мы его сегодня вообще найдём без подсказок, если честно. Вот как будто бы есть такая, знаете, вера, скажем, в это. Есть такое предположение, что, возможно, мы его где-то найдём и прям очень быстро. И как будто бы, мне кажется, он спрятался где-то скорее всего в этой части города, где-то, наверное, может быть здесь. Как бы он нам сказал то, что он спрятался в городе, да? То есть, по сути, город у нас, конечно, большой, но шанс его найти более чем реальный. Не особо понятно, где может быть эта дурёха срана. Это не он, это не может быть он. Не может же. Я же его сейчас быстро тогда... Это... Подожди, или это он? Если это реально он, он поехал в Казик, типа, серьёзно? А зачем ему быть в Казике? В другая вроде область. Очень странная машинка проехала. Ну, хотя это вроде бы угонка, типа. Это же не может быть Артёмей. Ну и одежда, типа, другая. Адишник не совпадает. Не, это не Артём. Поехали искать дальше. Единственное, я бы вот так вот... Ну, не, вот так вот это слишком читерно, мне кажется. Я не знаю, просто по идее они меня очень спокойно могут найти. Поэтому знаешь, как я лучше встану? Я встану вот таким вот образом и буду наблюдать. Как мне кажется, то, что меня почему-то... Вот у меня прям чувство, что меня найдёт Паша. Потому что Олег, когда заметит вот здесь вот машину, он пойдёт искать стройку 100%. Пойдёт искать вот на вот этой крыше вот здесь. А Паша, я не знаю, почему я прям чувствую то, что он прям выйдет такой вот тут вот он. И самый кайф этого ролика в том, что мне вообще ничего делать не нужно. И знаешь, в чём прикол? Машина у меня стоит вот здесь вот. А прогрузка у меня начинается вот, короче, с этой тени. И вот надо было всё-таки чутка проверить и вот здесь поставить машину. Я вот пока вот эти вот всякие уголки проверяю. Потому что он может быть... Вот, кстати, надо было спросить, уточнить эту информацию, может ли он находиться внутри здания, да? Вот если так, то это усложнение прям такое нормальное. Но так или иначе, давайте пока что проверим все переулочки здесь, да? Все закоулочки, все вот эти вот улицы. Вот я не знаю, почему, но вот прям реально кажется, что он здесь. Ну, а он может реально потенциально быть там? Вот просто ради интереса. Погоди, давай проверю. Я офигею, если он... Но это было бы самое гениальное место. Вот реально надо было уточнить эту информацию. Думаю, когда он будет давать следующую подсказку, ну, точнее, первую подсказку. Мы попробуем у него, ну, спросить вообще, чё к чему и как. Потому что мы-то не уточняли. Вот там на крышу вообще можешь забрасывать, понимаете, да? Хотя, возможно, знаете, как говорится, если что-то хочешь найти, то посмотри просто под носом, и это по-любому найдёшь. Вот что-то такое, наверное, да? Тут всё, тут лестница у нас заканчивается, только там. Ну, ладно, походу здесь всё-таки никого нет. Сверху тоже давайте посмотрим, но сверху тоже чё-то ничего не видно. Ладно, будем спускаться в самый низ к машине, и будем ехать уже в сторону, наверное, других объектов. Надеюсь, всё-таки мы сможем его найти. Мне очень странно то, что я до сих пор их не вижу. Возможно, момент ещё сыграл того, что я специально подождал побольше времени и подготавливал какую-то штуку. Потому что, как мне кажется, пацаны думают то, что если меня долго не было, значит, я спрятался где-то далеко. А здесь мне от дома, ну, буквально 200 метров. Ну, грубо говоря. Подожди. Нет, это Фиайби. Запомнили. У Олега фера чёрного цвета, а у Паши дива серебряного. И чтобы вы понимали, я их попросил, типа, ну, возьмите яркие машины. Мне кажется, они выбрали самые лучшие цвета. Блин, чё ты... А, это светофор. Ладно, вопросов нет. И у меня появилась, знаешь, какая сейчас идея. Короче, в белое одеться и вот сюда бы встать. Какой кайф был бы! Ну, а пока прошло 4 минуты, я вообще никого не увидел даже. Ещё Олег говорит, что, а вот представь, я тебя за 5 минут найду. Что ты будешь делать? Да-да, найдёт меня. И сейчас, прикинь, просто сзади слом он стоит. И вообще прикольно было бы. Вообще, в целом, я бы, знаешь, где поискал? Типа, около Мэрии где-нибудь или чё-то в этом промежутке. Здесь супер-мега внимательно. Сейчас нужно всё осматривать. Как будто ты крысюха сразу... Это, кстати, одна из наших машин, по-моему, с предыдущего ролика. Нормально? Нормально. Где же Артёмий Юргентологист? Такой красный весь такой весь. Алый, короче. Здесь я его нигде не вижу вообще. Ну, смотри, в целом, если у Артёма такой яркий лук, то почему бы ему не покачаться в спортзале вот в этом или вот в этом? Я бы ещё хотел здесь поискать. Что если? Просто что если он реально в одном из них? Если он в одном из них, то это будет плюс вин, победа! И вообще круто. Так, ну в этом зале я здесь никого вообще не вижу. Хотя он мог, типа, спрятаться где-то, ещё там что-то. Ну, нет, здесь его нет. Понятно, ладно. Аркадиус, может быть? Ну, нет, вряд ли Аркадиус. Нахуй ему Аркадиус вообще в целом нужен. А, кстати, если он спрятался там, где у нас прямо сейчас происходит ивент, и просто на глазах у всех. Ну, то есть, это же как говорится, хочешь спрятаться, спрячься в очевидном месте, не? Ну, типа, и там тебя не будут искать. Он мог реально спрятаться в супер-очевидном месте. И как будто бы это реально гениальный план. Давайте проверим на всякие случаи. Это вот просто реально интересно вдруг. Ну, там же ещё столько людей, это же идеальная маскировка. Давайте съездим и проверим. Так, ну я буду реально гением. Если это действительно так. Но, походу, это не так, потому что здесь я его не вижу. Блин, жалко, что нет заданий, знаешь, какие-то ещё что-то. По ним хотя бы можно было бы ориентироваться, где он мог бы быть. Но, увы, ах, это не та история. Опа, выкоп. Так, время первой подсказки. И скажу так. Мир, парк, гетто, файнвуд, чекать не надо и пляж тоже. Я где-то в середине города. Окей, а... А, ну, стой, ба, стой, 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 стой. Ты ещё тут? А, уточнение. Уточнение, потому что это не было сказано в правилах. Хотел спросить, а можно, ну, ты можешь спрятаться внутри зданий? Внутри прям, ну, вообще могу, но я там не спрятан. Ещё одна микро-подсказка. Давайте, удается. Кайф, кайф, кайф. Понятно. Отлично, Олег попытался взять максимум информации, а Паша такой, ну, понятно, чё. Но, мне кажется, Паша именно таким методом меня сегодня и найдёт. Нихуя непонятно, очень интересно. Типа, что если он реально знаешь где-нибудь... А, или он в фонтане где-то купается. Понял, где, короче, вот пекинь, если это реально так. Ну-ка, ну-ка, осмотримся просто немножечко. Ну, просто мало ли реально, ну, не может же быть. Ну, смотри, здесь я никого не вижу. На задних дворах в целом как будто бы тоже. На Мерсике ещё сейчас, кстати, кто-то проехал. Если это был он, то это, конечно, вообще печально. Я не думаю, что он около мэрии, честно говоря. Но он говорит, что он не в здании. Хотя он бы мог быть около него, там, прочее. Слушай, давай к Фибам заедем. Но до Фибов я бы ещё глянул этот, стройку, короче. Вот, мне кажется, что тут в целом как будто бы тоже может, да? Нет. Так, ну что ж, у нас сажается зона поисков. То есть это не Миррор Парк, это не вот этот район, не гетто. Это не вот этот район, значит, где-то город. И не Вайнвуд, да? И не пляж. Ну, блин, я скажу так, что как будто... Можем поехать мясо выполнить пока тут реально. Но найти таким образом это нереально. Мы можем пойти сейчас, не знаю, в казино поиграть. Давайте, может, реально так и сделаем. Делаем сразу 15 тысяч фишек. И мы ставим на... Сколько там выпало? 12. 21 выпало, да? Давай поставим на 10. Ставим на 10. Такая рискованная ставка взлетает у нас прямо сейчас. Ставим пока что на 10, да? Но всё равно пока ждём следующую подсказку. Может быть, сейчас и реально получится работать ловы. Честно говоря, отчасти даже интересно, где они могут меня искать. Если Олег спросил про то, что прятан ли я где-то... Опа. А, нет, это фибы. Почему тут фибы так часто катаются? Алло. Короче, если Олег спросил про что-то внутри, следовательно, есть, ну, сколько получается? Три именно инты гэтажные. И, наверное, они могли подумать, что я где-то в больнице спрячусь. Либо в каком-то таком здании. Следовательно, мне почему-то кажется, то, что Олег как раз поехал. Меня в гетто искать. Потому что там медики, там ПДшки. И там ещё есть дом Франклина, да? Вроде как так афроамериканца зовут из ГТАшки. Я думал, что, ну, мало ли, типа, ещё в ЛСК будет. Но нет, его здесь нету. Ладно, поехали до стройки. Что если вот реально где-то в начальной локации? То есть стройка это одна из основных вот этих начальных локаций. Где нужно там работать, что-то хуйней вот этой заниматься всякой разной. О, погоди, это Паша, это Паша, это Паша. Только что проехал Паша прямо подо мной. Ну, так он максимально неаккуратно проехал. И почему-то, мне кажется, но он должен заметить сейчас машину. Что если он реально где-то здесь? Машинки я вот здесь не вижу. Да и его тоже в целом как будто... Ну-ка, подожди. Ну, тут ебашит кто-то там вот это, заводничает, туда-сюда делает. Но это точно не он. Хотя, смотри, в маске бегает. 8-9-1 идишник. Какой у него был, я и не помню вообще. Так, ладно, поехали к Фибам скатаемся. Или Аркадиус. Что если он на крыше Аркадиуса реально? И почему-то активности от Паши там вообще нет. Но Паша хотя бы показался. Меня это радует, потому что Олега я еще не видел ни разу. Хотя, может, он там вот где-то проезжал. И я этого не заметил. Опять же, чтобы забраться на крышу Аркадиуса, это нужно в организации как-то состоять. Это чья машина? Это ДМКР машина, сука. Это ДМКР. Я нашел его тачку, прикинь. То есть он где-то может быть даже и здесь. Ну-ка, давай-ка вот так вот я немножечко осмотрюсь. Если его машина находится здесь. Как я ее вообще нашел? Это пиз... Ну ладно. И он, соответственно, тоже, наверное, где-то тут. Давай, блядь, искать, смотреть. Но зачем он здесь, типа, кинул? В чем смысл? Так, и давай, смотри, какие чисто... Главное, чтобы шесть выпало. Шесть, шесть, пожалуйста, шесть, пожалуйста, шесть, 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 шесть. Что-то, е-мое. Зато, ребят, время убили и деньги убили. И вот уже следующая подсказка летит в нашу сторону. Давайте смотреть, что скажет Артем. Ну, а тем временем, еще пять минут прошли. Следовательно, покаем ребят для второй подсказки. Только надо придумать, подожди, какую дать. Я, походу, понял, где-то. Я твою машину нашел. Реально? Да. Это плохо. Блядь, в отеле ебаном, скорее всего. Не знаю, не знаю. Итак, еще пять минут прошло и говорю... Я просто не знаю, как сильно не спалиться. Короче, я сейчас нахожусь на улице одного из последних серваков GTA 5 RP. То есть, условно, есть Мурьерта. Ну, вы поняли. Улица называется в честь сервера и это один из самых новых... Ну, и ладно, нет. Это один из новых серваков. Вот так вот. Удачи. Так, я это, конечно, черным экраном вставлю, но Паша говорит, я, походу, понял, где ты. Смотри, просто стоит вот тут вот. Вот, вычисляет что-то, непонятно. Он говорит, ты в отеле. О, подожди. Приехал Олег. Ударил Пашу. Они сейчас вдвоем увидят мою машину. Так, и поехали куда-то. Вот почему у меня прогруза... О, подожди, стой. Олег увидел мою машину. Вышел. А, не... Это Паша, это Паша. Паша пошел внутрь вот этого белого здания. И что, каким образом угадывать? Вот, сотри сейчас, внимание, в левый нижний угол. Альта, да? Ну, это же, типа, один из недавних серваков. Ну-ка, может, тут еще есть какие-то улицы? Вот это Альта улица, да? Все еще, бля... А, вот Хавик, кстати. Хавик. Бертон. О, может быть, Бертон? Let's go. Так, подожди. Его же машина здесь. Гой, я здесь чекну. Ну, типа, Альта. Ведь тоже может быть, ну, типа, вот этот... Ну, ладно. Блядь, побежали нахуй. Я что-то услышал. Я подумал, что вот тут что-то происходит. Но вот тут ничего не происходит. Блядь, вот гандон. Он, прикинь, в кустах где-нибудь лежит, блядь, сучка. Искать, 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 искать. А если он в дом какой-то взобрался, прикинь, на этого... Нет, подожди, это какая-то хуйня все. Ну, не может быть, что типа Альта. Потому что мы же сейчас сами на Альт. А самые еще более-менее, а недавно... Блядь, это не моя ваша, это Артема, сука, ваша. Ладно, пойдем. Сука, если он не будет на крыше, то это вообще дрочь, конечно, будет. Давай доедем до улицы Бертон. А Хавик, это недавний вообще сервер или нет? Так, ну это улица Бертон, судя по всему. Потому что один из последних серверов, который открывался на GTA 5RP, это краски Бертон. И я знаю, где находится район Бертон. Так что, ребят, летим искать. Зону поисков сузилось прям максимально. И мне кажется, я знаю, где находится Артем. Сейчас мы быстренько... Вот здесь, короче, смотрите. Вот здесь улица Бертон уже будет начинаться. Вот, вот это здание, мне кажется, он на крыше. Вот здесь у нас улица Бертон. Вот это она. Блин, ну мне почему-то кажется, что он наверху стоит на крыше. Давай проверим здесь. Здесь нет. Давай проверим. Блин, надо быстрее это все делать, надо быстрее Потому что Паша сейчас приедет сюда в любую секунду Надо ускоряться, так, здесь нет Погоди, вот это я хотел проверить Он может быть внутри ЛСК, вот блин Так, хорошо, давай мы знаешь, что сделаем Заедем здесь наверх, проверим вот здесь Здесь тоже нету, но он скорее всего На крыше, но вот я не знаю, я прям Почему-то уверен, что он на крыше этого здания Я вот прям как будто бы чувствую его там Ну я вам так скажу, они ну почти Догадались, но Я чутка хитрее Не, в моменте очень страшно то, что ко мне Кто-то подбежит сзади и реально ударит Смотри, Паша понял, что Ну его чутка надули, я в машину и поехал Меня он не заметил и едет дальше Он поехал в сторону почты, видимо В принципе, мне это хорошо и отлично Вот эта вся улица, вот эта, это Бертон Или же он здесь, или же он в метро Мне почему-то вот так кажется Помоечки посмотрим еще, мало ли тут еще На помойках его здесь нет, я понял На крышу, кстати, вот сюда он мог взобраться Но мы ее попозже, я думаю, чекнем, если что О, Олег, кофе, кстати Я бы хотел зайти вот сюда непосредственно И посмотреть Если тут лохопед Какого хуя она ищет, блядь Так, а здесь, здесь тоже нету Блин, ну вот он 100% на верхушке, да? Или что, или как? Быстро проверяем все вот эти закоулки, переулки Все вот это проверяем здесь Погоди, а он может быть внутри магазина, нет? Хотя нет, стоп, мы у него спрашивали Он говорил, что он не внутри, да? Так что нормально Я попробую подняться здесь вот просто по лестнице и все Ну блин, мы же тут проверяли, вы помните? Мы в самом начале проверяли здесь Мы были здесь, мы были на правильном пути Еще пять минут прошли И следующая подсказка Я могу напрямую сказать то, что я нахожусь на улице Бертон Но на этой улице есть часть еще одного сервака Имени сервака Он довольно-таки старый И вы на нем, может, когда-то играете Ну типа играли, либо играете Поэтому удачи с такой информацией Так, мне интересно, поймут ли они мой намек на сервер Рокфорд? Ведь как вы знаете, ребята там играют без доната Мы находимся сейчас на улице Бертон Но он... Я его нашел! Я здесь! Я знал, он здесь! Я знал, что он здесь! Стоять! 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 Говорю! Ну дураки вот просто, а Ну ребят, я прям знал, понимаете? Я прям знал Я просто прям был уверен в этом, что он находится здесь Бля, а как он это понял? Я вообще не понимаю Ну, честно говоря, он молодец Как давно ты меня нашел, Олег? На какой подсказке? Смотри, как только, как только ты сказал про подсказку с улицы, да? Я уже был на этой крыше Я видел Потому что, чтобы вы понимали, я специально оставил машину Вон там на перекрестке, где вы пиздились Чтобы вы подумали, что я где-то на стройке, либо вот слева Вы пиздились вон там вот Нет, я пошел, я вообще ни разу не встречал Нет, ты подъехал Пашу, толкнул вон там на перекрестке спереди Нет, это, я тебе говорю Твоя ламба была черная Нет, я тебе, подожди Нет, я Паша ни разу не встречался все время А, реально? Я думаю, это ты подошел Пашу, ударил по прикову А, и такое бывает, но нормально Ладно, сейчас тогда встанем и передадим приз Ну и за такое быстрое нахождение, мне кажется, самые легкие 3 миллиона в твоей жизни А я скажу больше в моменте Я ждал между первой, по-моему, второй подсказки Я просто ждал и поехал в казино и играл в казе, когда что не искал Реально? Я просто искал Охерительно Я просто ждал подсказку Все, подожди Да, но за щит скажу, я проиграл 5 миллионов Ну вот 3 заработал, следовательно, все было сделано верно, да Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok